Значит, называется это внутривидовая агрессия. Концепт номер один на сегодня. Кто изобрел? Лоренс, все, молодцы. Значит, вот Конор Дролоренс говорит, что он говорит, слушайте, ну понятно, что у нас какие-то сложные отношения со всякими хищниками и с нашими потенциальными жиракой. Жирака нас не любит, хищники любят, но не так, как нам нужно. Тут, в общем, все как-то логично. А давайте заглянем внутрь вот этой компании, которая, значит, находится друг с другом в некой общности. Представители вида. И что-то получается, что представители вида вроде бы должны друг с другом как-то быть в хороших отношениях. Я читал тут какое-то исследование, старый какой-то, советский. Еще специалист по психологии животных. Он там рассказывал про гиен. Про гиен, как они живут. Они вообще просто какие-то вурдалаки. Просто там самка, если, значит, альфа-самка, она, значит, если какая-то другая самка приблудилась, значит, от этого вожака, она и детеныша убивает, и ее убивает. Нормально? Это они в семействе живут. Это компания, они стойные. Напряженные. Обстоятельства делают. Что-то. Ну ладно, гиены. Есть еще люди. А люди, понимаете, концлагерь, газовая печь, значит, гильотина, атомная бомба. Это что это такое? Они тараканов травят? У них как-то неприязнь к какому-то виду? У меня есть неприязнь к нескольким видам животных. Мух ненавижу и тараканов. Этих. Тараканов нормальный. Комаров. Но не для них атомную бомбу-то изобрели-то. Сами для себя. Понимаете? Что это такое? Ну где это? Это же эволюционно какой-то оксюмарон. Мы с вами представители одного вида. Должны, так сказать, транслировать свои гены дальше. Все вместе большой толпой завоевывать мир. Чем нас больше, тем у нас как бы все хорошо. А мы, значит, вместо того, чтобы так это, тут поубивали, тут по это что и так далее. И он говорит, это феномен внутри видовой агрессии. То есть представители одного вида друг к другу находятся на агрессии. И он говорит, это нам эволюция такой сделала подарок. Ну, как подарок не выглядит. Но подарок. Почему? Потому что, смотрите, вот мы с вами живем в мире. Вообще. У нас ПИС. Мы такие, это, Грин ПИС и еще одновременно дети цветов. Такие. Веселые такие. Дын-дын-дын. И любим друг друга в засос. Вот. И нам что, нам куда? Нам все хорошо. Мы же сожрем все, что будет вокруг. Ловлюйте. Да? Этот человек расселился на все континенты. На все. Он даже в Антарктиде живет. Понимаете? Что? Да. И в небе, и в космосе. Понимаете? Все. Везде. Лес. Невозможно. Расселяется, так сказать. Почему? Потому что утонет Австралия. Что с нашим видом? Все хорошо. Понимаете? Разломает Африку пополам. Все тоже там как-то раз, бултыхнутся и погибнут. А мы таки нормально. Придет мороз. Нас всех заморозят до Сочи. А там сидят. В Китае говорят. Хорошо. Все пошло. Пойдем. Значит, если у нас есть агрессия, мы будем ругаться и расселяться. И чем больше мы расселимся, тем больше наша действительная безопасность. Все вот эти животные, которые плохо расселялись, не так хорошо закончили, как вы знаете. Какие-нибудь жрут, там эти коалы или кто-то мрет-то все. Панды. Жрут один бамбук. Все. Триндец. Ищи, пока пропало. Не был бы няшный, вообще бы уже давно. И, собственно, чем вы агрессивней, чем у вас конфликтней, вы разъехались. И так хорошо, вы подумайте. Живут в одной квартире, раньше жили друг на голове. А так и ругались, а невестка появилась на кухне. Все. Туши свет. Или этот, как его называется, зять. Все. Сразу там ему, чтобы было неповадно. Что это такое? Внутривидовая агрессия. Идите, ищите свою квартиру. Уловили? Съехали. Все успокоились, помирились. Все нормально. Что было? Внутривидовая агрессия. Значит, в нас есть этот инструмент внутривидовой агрессии, который инстинктивно в нас вырабатывается. Значит, вот есть эксперименты, например, про герметизации. Это что такое? Это берут людей, говорят, дорогие друзья, залезаем в бочку. Бочка условная, такое кодовое название, в отсек такой. И вы там будете 30, 40, 50, 60 суток сидеть, просто дураковаляйте. Анализы сдавайтесь, кроссворды решайте, изображайте интеллектуальную деятельность. Как вы думаете, что с людьми происходит, когда их в бочку засунуть на 30 суток? Они друзей засовывают. Финал один и тот же всегда, понимаете? Что они убили друг друга хорошо. Вот, значит, почему? Что такое случается? Стены действуют, излучение от них же нет. Нет. Просто мы, будучи друг с другом, везде, вот какую ни возьмите работу, семью, понимаете, эту церковь, где там, как бывает, люди объединяются, будут в Драбадан просто ругаться. Неизбежно. Почему? Плохие? Неплохие, так устроены просто, да? Значит, что говорит Лоренц? Как быть, если, условно говоря, вы расселились, а все равно вам нужна какая-то компания, чтобы в ней жить? Он говорит, природа придумала методу. Как называется метода, кто знает? Переориентация. Гениально. Переориентация агрессии. Ну, он рассказывает на всяких животных, на журавлях рассказывает, любит журавлей. Он птиц вообще любил, у уток особенно. Вот. И не есть, а просто. Вот странный человек, да? У меня есть целый архив прямо у Лоренца. Ну, вот, ну, неважно. Очень короче говоря, что делает. Значит, вот надо прийти к Саитию. Значит, мальчик, девочку должен, понимаете, полюбить. Они, значит, так, алло, алло, идут друг на друга и находятся в драматизинге. Потому что приближение вот этого всего вызывает во мне внутривидовую агрессию. Но к вам тоже, если сильно в личное пространство залезешь, это уровень личного пространства. Он реально же существует. Понимаете, там есть человек, там, к вам, вы кого-то допустите, так сказать, прямо в святая святых, а кто-то там подойдет, так, вы думаете, извините, а еще вообще можно как-то держаться, да, там, прямо в метражах. Кстати, у китайцев и у японцев у них другой метраж. Синские, ну, конечно. Они вот с толпой в очередь встаешь с ними, куча народу этого места. Ну, отодвиньтесь вы, да? Не, они встали такие, все тут такие, все. А их не смущает. У них тут внутривидовая агрессия еще не раз... Вот. Вы его за живот возьмите, все, внутривидовая агрессия пойдет. Вот. А так он спокойный. Ну вот. Короче говоря, они вот, значит, сближаются, и у них внутривидовая агрессия, они нарушают пространство, думают, сейчас поубиваю. Что вы говорите? Не лезь ко мне, да? Дальше у них танцы начинаются. Танцы, они-то, крылья. Это недовольные. Не лезь, говорят. Не лезь. Да. И дальше вот этот танец журавлей, они начинают поворачиваться задом, демонстрируют затылок. Типа вдаль. Что он говорит? Я не опасный. Я агрессивный, психопатный, психопатический. Веду себя как дурак, но здесь есть дырка. Если что, можешь выключить. С людьми так было, да? Да. Ну, в общем, короче говоря, они так и танцуют, танцуют. И потом, значит, вот они вот это показывают, приближаются, уровень агрессии возрастает. Дальше они доходят просто до... То есть они смогли приблизиться, потому что там доверие параллельно там демонстрируют. Затылки. Потом приближаются, и уже думают, уже все, швах произойдет. И дальше они начинают что делать? Они начинают переориентировать агрессию. Они находят какую-то палку кругом, камень, другую какую-то птицу, неслучайно туда попавшую, как бы сказать, в переделку. И на него кидают камень. Все. Выразили агрессию. А агрессия – это просто, действительно, просто накопленный набор энергии психической, которой нужно, можно отреагировать. То есть вы, если-то оторетесь, вот вам говорят, что-то там, вы говорят, вам говорят, вы так вот все послушали, потом у вас накипело, дальше вы что начинаете делать? Орать, как резанные. Оторали. И что? Как-то уже поспокойнее. Правильно? Проорались, прокричались, что-нибудь там проревелись. Жизнь наладилась. Нога отваливается у меня. Короче говоря, переориентация агрессии. Важнейший инструмент нашей с вами жизни. Почему я вам говорю про общие цели, про то, про все, про пятое, про десятое? У животных все детерминировано. Их цели понятны. У них нету никакой знаковой конструкции, в которой были бы нагружены цели идиотические. У нас с вами в голову нагрушены идиотические цели. У нас в детстве родители каждому ребенку пуп земли. Даже если ему по шеям, но все равно мой. Это же они нам по шеям, а когда там с другими, давайте моего. И нам же всем говорим, что вот мой, вот, будешь вот кем-то, или еще вот вырастешь, что-то станешь, добьешься чего-то. Чего добьешься? О чем речь вообще? Непонятно. Ну, ребенок-то понятно. Сказки там, принца, принцессы, других нету. Чего про них рассказывают про крестьян-то все? Немодные сказки. Пусть Толстову читают. Вот. Значит, да. Да, и у нас в голове укройчивая кучка целей, которые в мире нету у нормальных животных. У них цели понятные, там, выживание, адаптация, и так далее. А нам нагородили целей, и дальше, представляете, мы каждый, значит, думает, что у нас вот эта цель, я хочу это, я хочу это, я хочу это, пятое-десятое. Дальше сошлись, у вас внутривидовая агрессия. Представляете, если бы они в бочке сидели, у них была бы общая цель не поругаться. Представьте, я не проводил такого эксперимента, надо произвести. Сейчас какую-нибудь залу здесь откроем, академиков засунем туда, и проведем эксперимент. Что бы они были делать, если у них будет цель общая, не поругаться, например. Вы, слушайте, проведите эксперимент вот этот, возьмите их с кем-нибудь, с кем у вас внутривидовая агрессия, и договоритесь, что у вас будет совместная цель в течение суток не поругаться. Ну, вы же каждые сутки ругаете, правильно? А сделайте одни и не будете ругать. Это уже совместная цель. Понимаете, уже меняется композиция. Уже есть на что агрессировать. Есть агрессивность, я уже не могу агрессировать на вторую половину, правильно? Ну, или там, на партнера, с которым я договорился по этой истории. Я могу агрессировать на свою идею какую-то, что я думаю, ну, что это же дрожжение. Ну, это позор. Уже раздражение куда-то нашлось, чего-то, да? Или там, пойдем спортом-то позанимаемся, на тренажере побегаем, если так нам приспичило, чего ругаться. Все время вынос чего-нибудь, цели за пределы, как бы сказать, а вам-то что нужно, вы чего ругаетесь? Вас не поняли, не поддержали на дипломатическом банкете, понимаете, не оценили вас, понимаете, что они не пошли с вами, так сказать, ни на трон, ни на плаху, как пристал поэту, понимаете, никто, что ничего с вами, нет? Вот. Потому что вашу цель-то не взяли, живет со своей целью. Нормально? Где порядок в этом доме? Согласитесь, мальчики и девочки, никто не отличался. Но если есть, когда вы находите цель, которую вы выносите, то у вас есть конструкция, при которой вы можете сбросить огрыщу. Это важный инструмент, который у людей не срабатывает вообще. Потому что мы с вами не можем найти цели вне нас. Ну, мы можем, но для этого надо произвести медсознание, понимаете, изобразить из себя. А так-то нет. Мы сразу думаем, кто виноват. Я что сегодня раздраженный такой, вы думаете? Виноват кто-то сто процентов. Но вот давили, здесь сказали, здесь не поддержали, понимаете, и все. И объявили о своих целях. Вот этот номер был. Мне. Это я шучу. Но неважно. Значит, короче говоря, что? Переориентация агрессии важная составляющая, которая определяет сохранность того, что вы вообще можете друг с другом функционировать нормально. Не научились переориентировать агрессию, не нашли третье лицо. Вот зачем люди любят сплетничать, а почему они объединяются, когда сплетничают? Птица залетела, понимаете, третья. И мы такие, шик-шик-шик-шик-шик. Она какая? Она какая? И все. Да она такая. Все. Довольны, целуйтесь, обнимайтесь, все. Вы, ваша компания. Нашли цель внутри себя. Да, враг пришел. Все, объединились сразу. Дали врага, все. Мы все равно понимаем, куда агрессию девать. Все, все встали, в строй, пошли, убивали друг друга. Тут раз, и там. Это я читал в какой-то книге. Что там, почему эти северяне победили южан в этой войне. В войне. В Америке, да. Там эти, что-то куда-то эти пошли, эти, значит, друг-друг все сообщают, объединились, вышли, те утром проснулись, стоят такие, сейчас мы вам нагостыляем. А в другой южане, видимо, поехали, им сказали, они сказали, слушайте, не приставайтесь к нам. Ну, и все, и победа, конечно, демократия, все. Ну, вот, короче говоря, вот, значит, нам нужен, чтобы у нас был враг снаружи. Понимаете, если вам жрать нечего, вы можете, у вас враг снаружи. Если вам сейчас тут хату спалят, враг снаружи. Понимаете, если у вас хотите какой-нибудь построить базилику, понимаете, что у вас совместное дело, улавливаете, что они все строят это все, наградили. Надо было врага найти. Вот, короче говоря, внутреннострирует отца, агрессия. Второе.